Зал Дворца Спорта Труд переполнен болельщиками. Первый домашний матч Иркута в этом сезоне. Хозяева при поддержке с первых секунд пытаются уйти в отрыв. К середине первой четверти преимущество Иркутян 4 очка. Но и Рязань не собирается уступать. За минуту до первого перерыва гости вырываются вперед. Однако Иркут результативно проводит концовку и вновь ведет в счете. Ощущение радостное ощущение. Положительный пока, но вся борьба впереди. Впечатления только позитивные. Я только желаю ребятам удачи и победы им. В ихнем нелегком, так скажем, труде. Вторая десятиминутка – логичное продолжение первой. Хозяева выходят вперед, гости догоняют. К большому перерыву счет 43-40 в пользу Иркутского клуба. Третья четверть вновь остается за Иркутом. Но решающий стал заключительный отрезок. И здесь на руку баскетболистам Рязани сыграли фолы, которые набрали лидеры Иркутян. Из-за них большинству игроков с площадки пришлось присесть на скамейку. Много ошибок сегодня было, наши большие сегодня. И нафалили. Пять фолов у одного, всех на три-четыре фола посадили. Ну и ошибок много больших наши сделали. Подбор проиграли, я считаю. Ну и, конечно, вот это не прощается. Из-под кольца нужно забивать. Несмотря на это, Иркут пытается спасти игру. Трибуны не умолкают ни на минуту. Нервная концовка обеспечена. До конца матча шесть секунд. Хозяева идут на окончательный штурм кольца соперника. Комментарии, как говорится, излишни. Тяжелейшая для нас игра. У нас там есть кадровые потери, но на это не будут ссылаться. Иркут с закамом не справились. За счет этого Иркут и держался. Поэтому все хорошо. Я всегда люблю повторять все хорошо, что хорошо заканчивается победа. Для нас очень тяжелая и очень важная в нашем усеченном составе. Минимальный проигрыш 84-85, конечно, расстроил игроков и болельщиков. Но вся борьба еще впереди. Следующий матч Иркут проведет также на домашней площадке 13 ноября. И вновь с грозным соперником, московским «Динамо». Иван Занько, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok